Христос воскресе. На Щелковском телевидении диалог православия. Мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их к священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николу Берликовскому мастеря, игумену Евмению. Отец имени Христос воскресе. Твою истину воскресе, Христос. Да. Предлагаю нашу передачу начать уже по доброй традиции чтения Евангелия. Того отрывка, в котором говорится о воскресении Господа. Начнем с Евангелия от Матфея. Итак, что же произошло дальше после того, как Господа распяли в пятницу, потом погребли в пещере? Что было дальше? Послушаем Евангелие. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стригущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его? И Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда, говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали, «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим Его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Да на Мне всякая власть на небесе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Итак, «Поршествие субботы на рассвете первого дня недели». Сейчас это понятно, это воскресенье. Да, конечно же. А как оно тогда, интересно, называлось? Неизвестно? Просто первый день. Первый день. Первый день, да. То есть мы просто вот эти семь дней мы сдвинули, и получилось суббота не седьмой, а шестой. А воскресенье седьмой день стал. То есть первый день недели, который был до воскресения Христова, как бы понедельник, он стал воскресным, а все остальное сдвинулось. То есть седьмой день покоя суббота, это два суббота, да, раньше? Да, а теперь седьмым днем стало воскресенье Христова. То есть это исполнение времен, это исполнение пророчеств, это исполнение спасительного Божьего промысла о роде человеческом. Пятница. Это уже идет речь о воскресенье. Почему в субботу они не побежали? В субботу это день покоя, который еще пророк Моисей завещал, что шесть дней трудитесь, седьмой же день добудет покой Господу. То есть вы в седьмой день ничего делать не должны, поэтому они не побежали. А то, что там в полях они срывали колоси, да, когда Господь по этому говорили? Ну да, много всяких таких нюансов, которые мы читаем в Евангелии. Исцеление там. Да, и Господь исцелял Сухорукова там в седьмой день, и того расслабленного, который у овчей купели лежал, тоже в седьмой день исцелял. То есть мы видим множество таких моментов, когда Господь уже нарушил седьмой день субботу, который в дальнейшем уже стал воскресным днем, потому что сам Господь уже пришел. А до этого это все было ветхозаветное такое завещание, что люди до воскрешения Христа должны были спасаться вот этими десятью заповедями, в том числе и соблюдением субботы. То есть не получается. Ну хотя наверняка они, просто об этом не говорится, наверняка они где-то там были все угробы в этих краях. Но они, я думаю, туда не один раз приходили, потому что так как они до распятия Христова, они каждый день были с Господом, у них это уже в привычку вошло, они не понимали, а как вообще можно быть без Него. И поэтому вот эта вот привычка, она их приводила каждый раз снова и снова к гробу Господню. В течение этого дня они много раз приходили ко гробу. Тем более, что они все помнили, что он воскреснет в третий день. То есть это же все-таки Господь им много раз повторял, что вот меня убьют, распнут, но в третий день я воскресну. И этот третий день как раз они и навещали этот гроб вот для цели такой, чтобы увидеть, как же это все произойдет. Но они даже, наверное, не представляли, да? И поэтому у разных евангелистов по-разному описываются. То одни пришли, там женщины, то другие, да, Жен Мироносец. Ну там женщин-то было очень много с Господом Идущих. Но Пресвятая Богородица в любом случае, Мария Магдалина, Мария Клеопова, Салабия. Мария Магдалина вообще все они описывают, да? Да, Мария, ну она самая такая была... Пламенная, наверное, любовь. Наверное, да, любящая Бога из всех и выражающая любовь в таком в полнейшем отдании себя служению Господу. Поэтому ее везде и упоминают. Ну, мы помним, что из нее Господь изгнал семь бесов, да? И Магдала, где она жила, почему она Магдалина? Потому что из поселочка такого Магдала на Галилейском озере, оно и сейчас существует, этот поселочек, и там есть источник Марии Магдалины, где, собственно, это все и произошло. Здесь о ком идет речь? То есть Мария Магдалина и другая Мария? Скорее всего, Мария Клеопова, потому что если бы это была Пресвятая Богородица, есть одна из версий, что это Мария именно Богородица, но тогда бы ее, скорее всего, на первом месте упомянул бы апостол из уважения к ней. Но так как Матерь Божия не очень хотела, чтобы ее упоминали так часто, то, скорее всего, речь идет о Марии Клеоповой, которая также ходила вместе со всеми женщинами и служила Господу. Тем не менее, здесь мы не читаем, да, в Евангелиях, но Господь наверняка же Богородица Первой явился. Первой Матерь Божией, безусловно. Об этом, ну, как бы, даже и не стоит сомневаться в этом, поэтому апостолы об этом даже не говорят. Они говорят уже о более таких простых, да, людях, что вот про апостола Петра тут тоже, кстати, не упоминается, но апостол Петра тоже Господь явился. Там между строк мы там уже читаем это, да? Да, что явился Петру, да, вот. Но как это произошло, здесь тоже не описывается, потому что это тоже, само собой, разумеющееся как бы событие, что, конечно, сначала Богородица, потому что, представь, Богородица, она же везде с ним была, она сердечной болью была поражена, то есть, как Семен Богоприимец ей написал, оружие пройдет твое сердце, то есть мечом ты будешь поражена в сердце, это, собственно, из-за вот этой вот страшной боли, когда она наблюдала, как его любимого сына и Господа распинают на кресте. И это место, где она стояла, до сих пор есть. Рядом с Голгофой в храме Гроба Господня отмечена специальной такой часовинкой, где она стояла, наблюдала и упала в обморок даже при этом событии. Ну, конечно же, снять с нее эту страшную боль Господь первым, что, наверное, сделал. Вот мы читаем, да, Мария Мадалин, она вот каждый день была, да, с Господом. Почему она сразу не узнала его? Вот мы читаем у других евангелистов, да, она приняла садовника. Ну, не только она не узнала, но там, когда два апостола шли в Маус, Лука и Клёпа, кажется, соответственно, они тоже его не узнали. То есть они так же с ним разговаривали, беседовали, целый там путь прошли. И узнали только, когда сели кушать, и Господь преломил хлеб, благословил, и только через это преломление хлеба они узнали, что это Господь. Видимо, как-то, наверное, особенно Господь, да, преломлял какой-то знак. Я думаю, конечно же, его лик изменился, потому что мы помним, что когда Господь преобразился перед тремя апостолами на горе Фаворской, они тоже увидели совсем не так Господа, как он обычно предстал перед ними. То есть его вид был настолько чудесен, что они упали просто в страхе, упали от его вида, от плестания его одежды, от такого солнечного света, исходящего от Господа. И здесь наверняка тоже его вид был изменен, потому что не могла не узнать Мария Магдалина, которая видела Господа каждый день фактически в течение нескольких лет. И значит, это говорит только об одном, что Господь после воскрешения он изменился вот еще и своим естественным, так сказать, обликом, он стал другим. Другим, потому что уже стал не иметь плоть, плотскую такую оболочку тела, а оно уже изменилось и стало вечным, то есть оно уже воскресло. Это то, что будет с каждым из нас, когда и нас Господь воскресит перед страшным судом и у нас, также изменится наше тело в соответствии с нашей жизнью. То есть те, кто правильно... То есть оно, в принципе, будет узнаваемо, да? Оно будет узнаваемо, но оно изменится кардинально, потому что сейчас мы все, в общем-то, достаточно одинаково выглядим, у всех внутренние наполнения, оно не просвечивает через лицо, только у некоторых святых, там Серафим, Саровский, Моисей, пророк, когда они молились, то лицо просияло как солнце, то есть настолько Мотовилов был поражен этим, что не мог смотреть даже на лицо Серафима Саровского. Но это Господь специально показывает, как может измениться человеческое естество при том, когда благодать Божия его просвещает. Но это же произойдет с каждым из нас, то есть по воскрешении нашим из мертвых мы все получим по заслугам. И те, кто грешно жили, их тело и облик изменятся, ужасающие станут, смердящие, ужасающие и отталкивающие. То есть их можно будет узнать, но это будет вид таких, ну, почти без бесов. И наоборот, праведники, они тоже просеют как солнце, и их вид тоже будет узнаваемый, но они будут настолько изменены в своем естестве, что смотреть на них будет трудно, вот как на Моисея Пророка или на Серафима Саровского трудно было смотреть. То есть они будут сиять той особой благодатью Божией, которая им дана за их труды вот здесь в праведной жизни. Да, как толкователи говорят, что вот то, что мы видим друг к другу, эти кожаные ризы, они были даны уже, когда мы были изгнаны из рая. Да, 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 мы это носим временно, эти одежды. Оболочку, да. Сложенные, да, эту оболочку. И, собственно, смерть – это как раз снятие этой оболочки с души, и там уже душа предстанет в своем истинном обличии то, чего она здесь насобирала. То есть если она была наполнена благодатью за добрые дела, за послушание заповедем Божиим, за милосердие, покаяние и там исполнение таинств, то, конечно же, вот эта душа будет воссияет, как звезда на небе. И наоборот, если душа осквернилась грехами, то эта душа не то что не просияет, она будет смердеть и будет настолько отвращение вызывать у всех на нее смотрящих, что, конечно же, будет очень грустно видеть вот такую кончину этого человека. Духовное обретение его вместо того, чтобы стать равно ангельским чинам, они станут равны бесовским чинам. Мы видим в данном отрывке, что когда Господь пришел, что Мария Магдалина и другой Марии, они смогли прикоснуться к Господу, варь пасть к его ногам. В другом же случае здесь у нас не описано, мы знаем, что когда Мария Магдалина одна была у гроба и плакала, подумала, что там Господь этот садовник, и когда она подбежала к Господу, Господь ей сказал, не прикасайся ко мне, что я еще, ибо я не вошел к отцу моему. Вот почему в данном случае Господь разрешил прикоснуться, а потом сказал, не прикасайся. Но здесь тоже промысел Божий. Здесь он дал прикоснуться к себе, чтобы они удостоялись, что это не призрак, чтобы они реально ощутили, что это живой Господь, что Он в теле, что это не какой-то... Потому что очень невозможно было поверить, что вот воскрес, и что Он явился, и поэтому Господь дал себя осизать им. Как потом Фоме, например, да? Как Фоме, да, да. Потому что здесь это было необходимо, чтобы они пошли и сказали об этом апостолам, что да, действительно Господь, не призрачный какой-то вид Господа, не какая-то там тень или еще чего-то. Нет, мы прикоснулись к Нему, действительно тело, действительно ноги Господа осизали. А в другом случае Господь также показывает Марии Магдалине, что Он уже видоизменился по естеству, то есть Он уже восходит к Отцу Небесному, а значит воспринимает уже ту славу, которая Ему предвечно была, так сказать, уже предрешена и дана, как рожденному от Отца Сыну и как восседающему на престоле вместе с Отцом и Духом Святым, Господа Иисус Христу. И здесь Он уже показывает, что ну вот вы там прикоснулись, здесь опять же я, но здесь уже меня прикасаться нельзя, я теперь уже не в смирении, пришедший Господь к людям и давший себя даже на мучения, истязания и убиения, а теперь я Господь в том числе и судящий этот мир и прикасаться ко мне не надо. То есть научить уже по-новому, да, относиться? Здесь нужно, да, уже к Нему относиться было по-другому, с другими чувствами, с благоговением и со страхом, потому что до этого страха такого не было пред Ним. Для чего было нужно явление Ангела? Ну, по той же самой причине, что Ангел, он также свидетельствовал, что Господь именно воскрес, что это им не показалось, что это не галлюцинации, что это не какая-то там картинка или призрак или что-то. Нет, им Ангел конкретно и четко сказал, еще раз повторив ту же самую истину, что Господь воскрес, как Он и вам заранее предсказывал. И, мало того, Ангел им напомнил, что вы должны встретиться с Ним, встретить Его на горе Галилейской. Здесь мы тоже должны понять, что они не ушли в Галилею языческую, вот Господь воскрес, они ушли туда, в Галилею, там с Ним встречаться. Нет, они здесь поднялись на гору Елеонскую, и там есть местечко, Малая Галилея называется, ну и сейчас там есть, где были гостиницы для всех приходящих в Иерусалим, потому что в самом Иерусалиме ночевать они не могли. Их выгоняли на ночь всех пришельцев, так сказать, не имеющих прописки в Иерусалиме. И они в гостинице, в Малой Галилее, на горе Елеонской, собственно, и всегда ночевали. Именно там с Господом они также ночевали, именно там была та самая смоковница, которая высохла, когда он шел в Иерусалим, да, и прочие моменты, совершавшиеся там. И именно на Елеонской горе Господь и вознесся, недалеко от этого места Малой Галилеи. Поэтому здесь мы видим, что Господь через ангела сказал, идите туда и там встретитесь с Господом, там Он вас встретит и скажет еще, что дальше делать. То есть здесь конкретный посланник, ангел есть, посланник в переводе, да, значит, он был послан от Бога, чтобы им дать четкие указания, что надо делать дальше. Потому что они в шоке были, они вряд ли бы это вспомнили, разбежались бы именно. Мы видим в Евангелии много явлений ангелов, когда пастухам имелись сообщение, что Господь родился и здесь, и при Святой Богородице. И Осипа в обручнику, имелся ангел, сказал, убегая в Египет. А почему вот нам сейчас не являются ангелы? Вообще, вот в вашей практике, вот может быть, вы так знаете, не являются? Ну, дело в том, что ангелы, они являются только в тех случаях, когда необходимо спасение человека или спасение рода человеческого, как в данной ситуации. Так как Иосифу обручнику ангел явился, чтобы спасти святое семейство от Ирода, и потом обратно вернуть святое семейство из Египта на святую землю, в Палестину, в Назарет. И также благовестие при Святой Богородице. Ну, кто еще мог передать волю Божию, Матери Божией, как не ангел? Ну, никакой человек на это не способен. И так далее. То есть это все, конечно же, величайшие чудеса, которые Господь производил через ангелов для спасения рода человеческого. Ну, а мы к таким чудесам-то мы, в общем-то, не имеем отношения. Нам бы самим спастись. И поэтому, хотя и нам ангел дан Богом во время крещения, у каждого из нас есть ангел-хранитель, и мы можем услышать его тихие глаз, вразумление, когда молимся ему, когда страсти от себя убираем, когда мы внутри тихие и спокойные. Понимаете, вот если даже нам трудно говорить во время, ну, не знаю, какой-то дискотеки, то есть когда все бабахает, кричит, шумит вокруг, а мы пытаемся говорить о каких-то глубоких темах, то, конечно же, разговор не удастся. То есть надо выключить все это, грохот, весь этот шум, и тогда мы сможем о чем-то побеседовать серьезным. Вот ангельский голос, он также тих, и он не может быть услышан человеком, пребывающим во время страстей. То есть там грохот и шум страстей, возмущаемых в душе и в разуме человеческом, мешает услышать ангельский глаз. Ну, также и грехи наши, они отталкивают ангелов. Ангел не может подойти к грешному человеку, потому что от него смердит, как от бомжа, можно сказать, а то еще и хуже. И ангел по своей чистоте, он бы и рад приблизиться к этому человеку, но у него, так сказать, естественной его природы, отторжение от нечистоты, он просто умрет, если подойдет к такому человеку. Или мы сами отторгаемся, да? Или мы отторгаем ангела также. Но, в общем, здесь факт остается фактом, что, как в Евангелии сказано, «Блаженно чистые сердцем уйти Бога узрят». Вот Матерь Божья была чиста сердцем, она ангела увидела. Иосиф Обручник был чист сердцем, он ангела увидел. И так далее. Если мы переберем всех людей, которые явились ангелы, не падшие ангелы, а те ангелы, которые были посланы Господом для вразумления и наставления, ну, как вот жена Мироносица сейчас, ангел также был явлен. То есть они тоже были чисты сердцем, поэтому они его увидели. Ну да, были лучше смирения, нам сейчас, наверное, попробуют ангел. Мы же погибнем, мы же загордимся. Нет, Господь нам не пошлет ангела. Он же прекрасно понимает, что это принесет не пользу спасению нашей души, а вред. Мы сразу кинемся всем рассказывать, а я вот с ангелами общаюсь, а вот они меня вразумляют, а я вот тут спрошу у него, что делать там, пойти в магазин или не пойти, на работу идти, не идти. То есть мы настолько обмерщвлены, мы настолько удалились от духовного жительства, что мы даже не понимаем, а нам зачем ангел-то? О чем с ним беседовать? Это все равно, что сейчас сколько есть очень умных, мудрых людей, или там старцев, которые совершенно спокойно, можно их в свободном доступе, приезжай в монастырь, пообщайся. Кто к ним едет-то? Единицы. Почему? Да потому что, а что я им буду говорить? А кто? А он чего мне будет сказать? Я сам с усами сам, и мне не надо никаких учителей, как рассуждают люди мирские, неверующие. Не нужны мне никакие, даже в святой жизни люди не нужны. Не то, что ангел не нужен. Обычный человек, который живет по Западе Божьим, не нужен людям. Потому что он... О чем мне скажет? Он скажет мне поститься, молиться, не грешить, любить других, жертвовать и прочее, ходить в церковь. Так я и сам это все знаю. Зачем он мне нужен? А ангел ведь не может таким образом поступить. Мы помним, как перед рождением Иоанна Предтечи ангел явился отцу и сказал, что ты будешь молчать, когда он не поверил. В Захаре? Да, молчать, пока не родится, не свершится то, что я тебе сказал. То есть был наказан даже священник, отец Иоанна Предтечи, за то, что не поверил ангелу. А ведь он тоже был чистой жизнью, праведной жизнью и служил Господу в алтаре. А как же будут наказаны те люди, которые сейчас, допустим, ангел придет? Мы даже и непослушные. Мы не то, что пользы не получим от общения с ангелом, мы вред получим от этого общения, потому что мы будем еще наказаны за непослушание. Есть такая фраза в Евангелии, кому много дадя нас, тому много спросится. И если ангел кому-то приходит и что-то говорит, а человек его не слушается, это очень много ему дано, а человек этому не вразумляется, не слушается, он будет, наверное, за это наказан. То есть это послужит его еще большему наказанию, а не спасению. Вот этот ангел, который явился женом-мироносицем, это возможно, да, Архангел Габрил, потому что ведь, как он Богородец говорил, не бойся. И здесь он тоже так, не бойтесь. Ну да, радуйся, благодатная Господь с тобой. Здесь он так же. Я думаю, конечно же, Архангел Габрил, он отвечает за благую весть, за благовестие. Так как он здесь благую весть излагал жену-мироносицем, скорее всего, это был он. Но это наше предположение, точно мы не можем утверждать, что это действительно был он. Мы можем только одно сказать, что да, он возможно, потому что это была благая весть, а благовестником является Архангел Габрил. Обратим внимание на такую вещь. Первое слово Господа, когда встретил жену-мироносицу, он сказал, радуйтесь. Для нас это, наверное, тоже такой вот большой урок. Но, конечно же, мы должны радоваться тому, что у нас наша жизнь не закончится в огробе, в могиле и в аду. почему Господь сказал, радуйтесь, потому что Он открыл двери рая для всех верующих в Нему. То есть, мы имеем возможность войти, теперь войти в Царство Небесное. До этой крестной такой жертвы никто не вошел в Царство Небесное, кроме двух неумерших. Это был Еноха и Илья, пророк. Они не умерли и были вознесены телесно на небо, на огненной колеснице даже Илья, пророк, был вознесен. То есть, Господь говорит, теперь радуйтесь, потому что теперь каждый из вас может войти в Царство Небесное. Я отверз эти врата Царства Небесного. Вы можете, теперь у вас есть эта возможность. До этого у вас возможности этой не было. То есть, все шли в ад. Мы прервемся, на минуточку у нас есть звонок, послушаем. Да, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте, Христос Воскресе. Боисество Воскресе. У меня такой вопрос. Я бы хотел прояснить такую ситуацию. На следующей неделе грядет большой праздник поминовения усопших. Вот. Я хожу в храм, поминаю усопших. Но у меня есть друг, который живет в другом городе. Он мне просит поминать его маму. запиши, говорит, маму записочки, которых ты и пишешь, подаешь. Я говорю, а почему ты сам не хочешь помянуть мать-то твоя? Вот. Он говорит, ну, причин много разных называет, но в том числе, говорит, я в храм не хочу ходить, я и не крещеный. И, в общем, и в связи с этим, понимаете, я вот не знаю, чего мне делать. отказать ему, получается, как бы, я, мать, его не знаю. И получается, просто записать, я же хожу в храм, поминаю людей, которых я знаю, за которых я молюсь. А это какой-то формализм, получается. То есть, записать я могу, несложно. Ну, молиться за тех, которые я никогда не видел в жизни, не знал, а сын не ходит и не молится. Ну, не знаю, что мне делать, отказать или просто молча согласиться. Ну, да, я запишу. Но это, как я могу, как вот мне быть, посоветуйте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. Но, действительно, радовница будет праздноваться и это поминовение всех усопших в этот день будет производиться. Конечно же, надо записать. Почему? Потому что, таким образом, вы окажете милосердие этой усопшей женщине, так как сын даже не крещеный и в храм не ходит и он не может оказать ей естественно вот этой услуги хотя бы по своей отсутствию веры. если он не крещеный, значит, он не верующий, к сожалению. Но в этом случае мы как раз не должны формализм проявлять свой и обязательно надо записать ее. Таким образом, вы посочувствуете этой ситуации и протянете руку помощи этой женщине, которая находится уже в таком состоянии, где возможно у нее множество грехов нераскаянных и единственной возможностью будет вот эта ваша записочка для ее спасения. И здесь даже дело не в том, что вы молитесь за нее. Когда вы пишете записочку на проскомедию, бескровной жертвой совершается о спасении ее души, когда священнослужитель производит на проскомедии поминовение ее. То есть вас тут это как бы особо даже и не касается. Вы, конечно, можете помолиться в храме, но проскомедию это вы не совершаете. Совершит ее священник. И вот ради этого обязательно впишите ее в записочку, чтобы действительно священник вынул за нее частичку и на проскомедии помянул эту ну очень грустную историю, да, естественно, эту женщину, которая даже не покрестила своего сына и теперь вот, собственно, получает такое возмездие, что за нее будет молиться не сын родной, а какой-то вот друг, то есть вы. Обязательно впишите. А достаточно одного раза помолиться? Или ведь на самом деле старцы предупреждают, что, в принципе, вымаливать других людей мы можем взять на себя такую ответственность, да, то есть и до нас бесы могут их, то есть за грехи их на нас могут накинуться. Вот как в таких случаях вообще поступать? То есть достаточно один раз помянуть, когда просят, например, помолиться, чтобы вот или благословение надо как-то взять? Ну, бесы нападают, когда человек сам начинает псалтырь читать о упокоении, вымаливать человека. Не родственника как-то, да? Не родственник, да. Хотя и на родственников бесы могут нападать, когда они пытаются отнять душу умершего человека у бесов, то, конечно же, бесы им могут, так сказать, какую-то месть такую пытаться сделать. вот. Но здесь мы знаем из житий других святых, что есть такое поминовение «сорок литургий отслужить о усопшем». И по многим житиям мы видим, что через сорок литургий прощались многие грехи тому усопшему, там, монаху, или какому-то мирянину, за которого эта жертва совершалась священником. То есть здесь не вы молитесь уже, а сам священник проскомедийно поминает эту душу. И вот здесь в данной ситуации я бы рекомендовал сорока уст подать об этой женщине. Тогда сорок литургий. Заказные, как их называют, да? Заказные – это один раз. То есть это одна литургия. А сорока уст… А здравие именно с проскомедий. А упокоение в данной ситуации, говорится. Потому что бывает, есть сорока уст и упокоение просто, поминовение в алтаре, а есть с вниманием частички. Вот именно об этом я говорю. То есть мы сейчас говорим именно о проскомедийном поминовении, потому что оно максимальную пользу приносит душе усопшего. И вот здесь я бы посоветовал сорока уст этой душе или о других каких-то душах усопших, не раскаившихся, не успевших, умерших, людях неподготовленных сорока уст заказывать с частичками. Это получается каждый случай, наверное, отдельно, да, разгляд? То есть, например, часто бывают люди, которые ходят в храм, люди подходят и даже мало знакомы, проще о ком-то помолиться. Вот как поступать в такой ситуации? Ну, в данной ситуации можно просто сказать, да, помилуй, Господи, работай так. То есть, один раз помилуйся? если какая-то более ситуация сложная, особенно если умер человек, то лучше, конечно, записочку записать, тогда уже более полная произойдет ему помощь, так как усопший, он сам себе уже помочь не может. Живущий, у него есть еще возможность самому прийти, исповедоваться, причаститься, помолиться, да, и здесь как бы проще ситуация. А вот у умершего уже ситуация такая патовая, то есть, он уже не может сам ни помолиться, ни причаститься, ни исповедаться, ни доброе дело сделать во спасении своей души. Здесь у него остается единственная надежда, это если за него кто-нибудь подаст на проскомедию с выниманием частички помин. Ну, а есть еще какие-то соборные такие, да, вот, например? Ну, псалтырь читают, да, собирается группа людей и читает псалтырь, а здравили, а упокоение, с поминовением имен. Есть и такие формы поминовения, но они все стоят на втором месте после проскомедии. Проскомедия, она первостепенная важность с вниманием частички, повторяюсь, вот это самое важное для усопших. Все остальные формы поминовения, они второстепенны, скажем так. Ну, это обязательно человек крещеный, да, а если, например, человек некрещенный, за него псалтырь читается тоже? За некрещенных можно читать псалтырь, в церкви, так что их поминать нельзя, потому что они некрещеные, у них даже имени нет пред Богом, и как мы можем их поминать в церкви, если имени нету? Вот если мы читаем Евангелие, как Господь говорил о Ироде, он ведь ни разу не назвал его по имени, он называл его Лисицей там или еще кем-то там, то есть даже по имени не называет Господь грешников и некрещенных, то же самое, отсюда взяты это параллели, и здесь так же, если человек некрещен, у него нет имени пред Богом, и он не поминается в храме. А как бы таких случаев, в советские времена там Олимпиадами называли, то есть понятно, что нет таких крещений, да, и многие люди даже не знают, какое их настоящее имя, да, то есть, например, Эдуард, да, это распространенное имя, но оно не в крещении, то есть в таких ситуациях, например, когда человек упокрывается, да, то есть мы пишем вот то, которое имя знаем, а Господь уже там все управляет, Ну да, это самый простой вариант, да, мы пишем имя, которое нам известно, а уж сам Господь, он донесет благодать до той души, о которой это вот совершалось в поминовении. Ну и вообще в каких-то таких случаях такой хороший вопрос, да, больной, можно сказать, вообще лучше, конечно, если что смущает, лучше благословение у священника брать. Ну, всегда лучше взять перед тем, что как что-то ты делаешь, о чем-то там размышляешь и какое-то решение должен принять, всегда лучше посоветоваться и взять благословение у священника, которому ты доверяешь, которому ты ходишь, исповедуешься, то есть, ну, которому, как ты, вот так сказать, доверяешь свои собственные какие-то проблемы, так и вот эти ситуации тоже надо с ним разделить и посоветоваться. Да, хороший вопрос. Если у вас есть вопросы, звоните, пожалуйста, давайте, мы с вами вернемся к радости, да? Да. И апостол Павел говорит, радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь, и Господь сам говорит, радуйтесь, да? И в другом же месте мы читаем блаженоплачущие. Вот как так? И радость, и плач, все вместе. Ну, конечно же, существа, наше устроение такое, что мы можем и плакать, и радоваться одновременно, да? Это и в жизни происходит. Я так рада, так рада, и плачет человек, да? Даже это в жизни происходит. Ну, например, за кого-то там, кто-то вот там, не знаю, вернулся из какой-то командировки, кого-то давно не видел, а вдруг встретился. это, говорит, от сильных чувств просто. Да, то есть эти слезы от радости, тем более, но тем не менее слезы. Это первое объяснение. Второе объяснение, дело в том, что человек, когда его душа соприкасается с Божьей благодатью, то она не может не плакать о своих грехах. То есть это как бы различные направления действий на душу благодати Божьей. Первое – воздействие очищающее, то есть слезы текут, и этими слезами душа омывается от своих грехов и получает прощение от Господа. А второе действие той же самой благодати – это радостное, спокойное состояние души после прощения грехов, после причастия, после молитвы. Человек ощущает такую радость, которая не имеет никакой причины. То есть многие, наверное, испытывали такое состояние, когда ты ходишь, просто улыбаешься, почему? Не знаю почему. Просто так хорошо на душе, что хочется улыбаться. Вот это вот состояние, состояние благодатного такого устроения души, как правило, оно связано с каким-то добрым делом, с молитвой, с причастием, с исповедью, с какими-то другими моментами жизни, когда человек сделал что-то доброе. И не себе, а именно другим. Или Господу потрудился. И тогда вот она приходит, вот это вот состояние души такое, вот хожу и улыбаюсь, что-то вот так хорошо, так на душе радостно. А причина какая-то, ну то есть я машину не купил, там, не знаю, дачу не построил, ничего такого не сделал, каких-то там приобретений для себя не сделал, наоборот, еще что-то отдал, и тем не менее на душе радостно. А бывает и в скорбях такое, да, очень-то делаешь? Бывает, да. Когда человек скорбь перенес с терпением, с упованием на Бога, с благодарностью Господу, то также посещает радость. Иоанн Златоуст об этом пишет, если вас посетила какая-то скорбь, печаль и неприятность, поблагодари за нее Господа, и эта скорбь обратится в радость. То есть она может, не внешне, внешне она может быть так и останется той же ситуацией, да, а может и разрешиться так, что ты даже и не представлял, как она разрешится. Но внутри эта ситуация уже будет вызывать не скорбь, а радость у тебя, если ты за нее благодаришь Бога. Вот об этом пишет Иоанн Златоуст. Поэтому здесь мы видим как бы два действия благодати Божией на душу грешного человека. Первое – это слезы, второе – это радость. И они совмещены вместе, потому что, ну, я знаю некоторых людей, которые входят в храм и просто ничего не делают, начинают плакать. Вот просто он стоит и плачет. А почему плачет? Вот спрашиваю, ну, чего ты плачешь-то? Я, говорит, не знаю, вот просто слезы льются и все. То есть это воздействие благодати на душу человека такое, что человек даже, он хочет остановить это, он хочет там как-то по-другому. Ну, неудобно же, да. Да, неудобно, все смотрят, да. А еще более неудобно, что ты даже объяснить не можешь, почему ты плачешь. То есть причин никаких нет. Но воздействие благодати очищающей на душу такое, что человек плачет. И это очень часто происходит. И вот сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес приступив, отворил камень от двери гроба и сидел на нем. Господь уже воскрес? Да, конечно же. Господь воскрес, но... То есть не в этот момент, да? Да, у нас всегда пасхальная служба начинается в 12 ночи, и мы уже, так сказать, возглашаем Христос в воскресе. То есть уже в 12 ночи по традиции, да, у них уже многовековой традиции, мы знаем, что Господь воскрес. А здесь они пришли и увидели ангела, сидящего на камне, уже утром, когда уже заря, когда уже светало. И то есть уже прошло много часов после воскрешения Господня. И когда Господь воскрес, Он вышел из гроба, не отвалив камень. То есть Он сквозь камень прошел. Это еще раз говорит о том, что Его естество изменилось, да? Дальше мы видим, что Он и посещал апостолов своих в этой Малой Галилее и в других местах, проходя через закрытые двери. То есть Он настолько уже изменил свое естество, что у Него не было никаких проблем пройти сквозь стену или сквозь камень гроба. Ну, как, впрочем, Он и родился при Святой Богородице, оставив ей девственное, так сказать, начало. То есть она, как была дева до рождения, так и осталась девой после рождения. То есть Господь не изменил ее естество. Так же и здесь Он воскрес и вышел из гроба, не изменив естество гроба. А камень был отвален ангелом лишь для того, чтобы засвидетельствовать, что гроб пуст. И перед стражей, которая разбежалась в страхе, увидев этого ангела, и перед женами-мироносицами, и перед первосвященниками, перед апостолами, которые туда прибежали по зову Марии Магдалины, и это был Иоанн и Петр. Да, и если бы не был отвален камень, а он еще и опечатан был, печатью архиерейскую, то никто бы не дерзнул его отвалить из живших тогда в Иерусалиме. Даже и мыслей таких не было в главах апостолов пойти и камень гроба Господня отвалить, потому что он буквально прикатывался к небольшому входу. Сейчас остались такие могилы, это выдолбленная пещерка в скале, и чтобы туда заносилось тело, и чтобы никаких животных и ничего там не было, камень просто прикатывался к этой небольшой такой входной отверстии, небольшой печерки, прикатывался и практически герметично становилось. Так его обтесли, как пробка он туда вставал. Я прошу прощения, у нас еще звонок, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотела задать такой вопрос. Я прослушала сейчас тоже вопрос о том, что умерщий человек не имеет имени, если он не крещен. А как вот обстоят дела, если человечку было всего несколько дней, допустим, там два месяца, то есть новорожденный и умерший, это тоже тогда получается, мне надо его, то есть его не поминает Господь? То есть он не имеет имени? Нет, имени он не имеет. Спасибо. Он не крещеный, к сожалению, имя дается во время крещения, и там есть специальная молитва для наречения имени к крещаемому. А за таких младенцев молятся особым чином, то есть, ну, опять же, в записочках их не поминают, церковных. Да, к сожалению, вот такие случаи, да, из-за такой горя, наверное. Почему? Я и говорю, что детей надо крестить в младенчестве, чтобы потом можно было в случае чего за них молиться, особенно если есть опасность их смерти, еще в роддоме. И я многих детишек крестил даже в кювете, то есть, те, кто знает, это такая специальная барокамера, куда помещается младенчик, обычно они слишком рано рождены, там, семимесячные, то есть там совершенно маленькое тельце, вот туда просто вот два отверстия для рук, туда, значит, вот таким образом попадаешь, и там поддерживается температура, влажность, давление и прочее все, ну, и чистота, естественно, стерильность, и вот там крестил, и они кто-то, ну, всех, кого я крестил, вот Господь никого не забрал, то есть все остались живы. А были случаи, когда умирали детишки такие, А вообще на какой день вот так вот принято крестить? Да можно крестить в первый день, но обычно восьмой день или сороковой день, если ему уже... То считается, до сороковой дня мама, да, не может как бы вот... Здесь, да, если речь идет просто о младенчике, то его можно крестить в первый день, если, чтобы присутствовала мама во время крещения, да, и там определенный ряд молитв на дне был прочитан, то это после сорока дней, после очищения ее организма от нечистоты родовой. Вот сорок дней она должна очиститься, и тогда она приходит, на дне читает молитву, и она воспринимает чадо после крещения. А так, если какие-то проблемы, то лучше покрестить в любой из дней сразу же. Кто-то вообще видел воскресение Господа? Ну, так как это произошло внутри закрытого гроба, конечно же, никто этого не мог видеть. Только плащаница, да, сейчас она в Турине хранится, туринская плащаница, которая отобразила на себе фотографический образ тела Господа, неизвестным, необъяснимым образом негатив был нанесен на ткань ожогом ее там на 4 микрона в глубины, мощным световым потоком, как вот Академия наук французская это уточнила. То есть, они взяли кусочек плащаницы, исследовали ее, сказали, что это никакой краски там нет, никаких там химических веществ нет, там есть только кровь, пот, пыльца растений, хлебные крошечки были найдены, кусочки земли, потому что Господь падал, когда нес крест, причем на колени, на лице, на носу, то есть он ударился еще лицом, когда упал под весом креста. Вот все это на плащанице найдено. Никакой химии там нет, когда некоторые говорят, а вот это там нарисовал, там какой-то Микеланджело, там или еще кто-то. Никто ничего не рисовал, потому что это невозможно нарисовать негатив. Вот когда фотография делается, то она сначала, там где белые, на ней черные, там где черные на виде, там белые, то есть негатив получается. Вот здесь изображение на плащанице нанесено как негатив. И нарисовать это невозможно, потому что будет обязательно искажение, человек не может. Тем более, это было сделано, так сказать, изображение нанесено на плащаницу 2000 лет назад, а фотография появилась в 1850 году. То есть негатив, первый негатив появился в 1850 году. Поэтому, ну кто мог это все, так сказать, придумать и сделать и ради чего? И повторюсь, никакой химии, никаких красителей, там органических, неорганических не найдено на плащанице. Есть только ожог ткани. И с помощью этого ожога нанесено... У нас есть всего одна минуточка для завершения передачи. 40 дней постились, 40 дней будем праздновать Пасху, так что, если Бог даст, мы с вами еще обязательно поговорим о воскресении. Заключительное слово. Ну, сейчас оно, естественно, Христос воскресе, во истинном воскресе, Христос. Ну и продолжим следующие передачи эту тему. Да, если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. На сегодня все. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok